Сегодняшние британские газеты на обложке вынесли главную тему, которая должна интересовать британцев. Это уход с выборов президента чужой для них страны. Я хочу попросить у вас прощения. Я ухожу. Нет, ничего страшного, это не президент России, это президент Америки на самом-то деле. Так что давайте посмотрим, что пишет пресса. Сотрудники Белого дома были просто ошеломлены заявлением президента, пишет газета Ай. По словам источника знакомого с ситуацией, в субботу вечером он планировал остаться в гонке, в предвыборной гонке, но в воскресенье днем сообщил высокопоставленным сотрудникам, что все-таки снимает свою кандидатуру. Газета Daily Express пишет, что Джо Байден поддался давлению после катастрофических дебатов. Газета отмечает заявление Дональда Трампа о том, что Байден худший президент в истории Соединенных Штатов. Кстати, напишите свое мнение в комментариях, насколько вам Байден как президент Штатов. Тот же самый Байден занимает первую полосу газеты Daily Telegraph, где обозреватель Тим Стэнли говорит, что демократы были безрассудны и жестоки, проложив путь к такой катастрофе. Увы, Джо Байден и Камила Харрис слишком поздно решили действовать, говорит он. Газета Daily Mail сегодня сообщает, что Америка находится в смятении, поскольку демократы заменяют Джо Байдена в президентской гонке. Вице-президент Камила Харрис получила поддержку от президента, от семьи Клинтонов, фракции чернокожих конгрессменов и других представителей партии. Но все еще не ясно, кто именно будет баллотироваться против Дональда Трампа. Джо Байден также занимает первую полосу газеты Independent после шокирующего объявления. По словам газеты, президент неделями сопротивлялся призывам выйти из гонки после дебатов с Дональдом Трампом, во время которых он неоднократно замирал, зависал, допускал ошибки, ну вы сами все знаете. Газета Daily Mirror публикует главную статью о частном детском доме в Камбрии, который был закрыт из-за обвинений в физическом насилии. Согласно газете, детям из школы Винкс в Камбрии дали несколько часов на то, чтобы покинуть это учреждение. Сонный Джо, пора вздремнуть, пишет газета Daily Star, ссылаясь на прозвище, придуманное Дональдом Трампом в 2019 году. Действительно, он, судя по всему, пошел вздремнуть. Ну а газета Daily Telegraph на своей первой полосе публикует решение Джо Байдена выйти из президентской гонки. Президент поддержал своего вице-президента Камилу Харрис в качестве своей замены. Уход Джо Байдена также попал на первую полосу Financial Times. Газета подчеркивает его заявление в том, что в интересах моей партии и страны я должен отойти в сторону, цитируется Байден. Ну а газета Metro начинает с новости о выходе Джо Байдена из президентской гонки США. По словам газеты, президент снял свою кандидатуру после недель спекуляций и давления внутри своей партии после катастрофических дебатов с Дональдом Трампом. Здравствуйте! В студии с выпуском самых актуальных новостей Великобритании Олег Хилл. Сегодня понедельник, 22 июля. Итак, премьер-министр Кир Стармер заявил, что уважает решение Байдена и с нетерпением ждет продолжения сотрудничества на протяжении оставшегося срока его президентства. Стармер отметил, что Байден всегда действовал в интересах американского народа. Но вдруг в одной из газет эксперт Энтони Гиллс выразил опасение, что недавняя попытка убийства Дональда Трампа может вдохновить подражателей, в том числе на возможные атаки на таких правителей и политиков, как лидер Лейборийской партии Великобритании Кир Стармер. Глис призвал к усилению мер безопасности на международных мероприятиях, таких как саммит европейских лидеров в Блейнхеймском дворце. Он подчеркнул необходимость обеспечения более строгой охраны для предотвращения возможных угроз. Подражатели уже тренируются. Ну, я тоже в этом уверен. Сэр Кир Стармер сталкивается с призывами разрешить Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов по России. Бывший депутат-консерватор Боб Силли, который был санкционирован Россией за критику Владимира Путина, и бывший министр обороны Тобиас Элвуд настоятельно призывает Лейборийскую партию одобрить этот запрос. Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Великобритании разрешить использование ракет для атак на российские цели в глубине территории России, утверждая, что это необходимо для защиты Украины. Однако, после встречи с Зеленским, Даунинг-стрит заявила, что позиция Великобритании, поэтому вопрос останется неизменной, и предоставляемое оружие предназначено исключительно для обороны Украины в соответствии с международным гуманитарным правом. Но, судя по всему, с этими заявлениями не согласен лорд Деннет, который призывает предоставить Украине все необходимое для победы над Путиным. Он утверждает, что Запад недостаточно поддерживает Украину для того, чтобы она могла полностью разбить российские силы, и осуждает отказ сэра Керестармера отменить запрет на использование ракет «Штормшаду» для ударов по территории России. Деннет считает, что ограничение на использование дальнобойного оружия лишает Украину возможности вести полноценные боевые действия, и что союзники должны разрешить Украине наносить удары по российским целям для того, чтобы укрепить ее позиции перед возможными мирными переговорами. После глобального сбоя IT-системы в практиках британских врачей наблюдается значительное отставание в работе. И восстановление нормальной работы, как обычно, займет долгое время. Об этом предупредил доктор Дэвид Ригли, заместитель председателя комитета врачей для Англии. Сбой привел к катастрофической потере времени и услуг, и вынудил многих медиков просто вернуться к работе с бумагой и ручкой, что создало значительную задержку в выполнении работы, перенесенной на следующую неделю. NHS England заявили, что сбой затронул большинство практик врачей, и восстановление нормального обслуживания теперь невозможно, и как только они смогут, то они восстановят предыдущую систему, которая работает на компьютерах. Ну а пока что мы будем ждать, судя по всему, выписанный от руки парацетамол. Продолжая медицинскую тему, рост случаев COVID-19 в Шотландии возможно достиг пика. По последним данным, за неделю, которая завершилась 14 июля, в Шотландии было зарегистрировано 1130 случаев COVID-19, что является снижением по сравнению с предыдущей неделей, когда число случаев достигало 1245 зараженных. Частенько в комментариях вы жалуетесь на своих соседей, которые то курят траву, то шумно себя ведут, то еще что-нибудь. Так вот, есть, в принципе, аналогичная ситуация, когда вы чувствуете запах дыма от дровяных печей соседских. Для начала, как советует юрист, попытайтесь обсудить проблему с соседями напрямую. Если это не поможет, то можно обратиться в местный городской совет с жалобой на законное неудобство, что может привести к официальному уведомлению для соседа о необходимости устранить эту проблему. В случае частного неудобства вы можете подать гражданский иск для прекращения неприятностей, получаемых от соседей, и для получения компенсации. Юридическая консультация перед началом таких официальных действий настоятельно рекомендуется. Но, в принципе, вы должны знать свои права. Если у вас постоянно какой-то запах раздражает, и его действительно очень много ежедневно, то вы можете пожаловаться в городской совет. Компания Ryanair сообщила о снижении прибыли на 46%. У них прибыль всего 360 миллионов евро за первый финансовый квартал из-за необходимости стимулировать продажи рейсов на фоне усиленной потребительской осторожности. И это привело к падению среднего тарифа на 15%, а также дохода с каждого пассажира на 10%. Операционные расходы выросли на 11% из-за повышения зарплат, несмотря на снижение цен на топливо. Компания предупредила акционеров о значительном снижении тарифов в летние месяцы и затруднилась прогнозировать прибыль на весь финансовый год, который завершится 31 марта следующего года. Но я думаю, что те, кто пользуется компанией Авиасейлс, цены мало беспокоят, потому что этот сервис подбирает самые дешевые авиабилеты самостоятельно. Вам достаточно ввести пункт назначения и пункт отправления, и этот сервис подберет вам подходящую цену. Если вы помните, на прошлой неделе были беспорядки в Литсе. Так вот, в рамках расследования этих беспорядков теперь уже были арестованы 5 человек по подозрению в жестоких беспорядках. И они остаются под стражей. Четверо из тех, кто арестован ранее, то есть до этих пятерых, они уже выпущены под залог до завершения расследования. А вот тот 37-летний Юстин Добре из Клифтомноут был обвинен в поджоге и жестоких беспорядках после того, как он поджег автобус. И это было 18 июля во время тех же беспорядков в районе Хэрхиллс. Эфир, который я проводил с обзором этих событий, будет ссылочка вот здесь наверху. Вы можете его посмотреть, если вы пропустили. Ну а вот этот человек с фамилией Добре был арестован. И в понедельник сегодня он предстал перед судом в Литсе. Ну что можно сказать? Полиция достаточно быстро его нашла благодаря вот этим вашим тиктокам. Продолжая криминальную хронику, в Литберг Груг в парке Эсмли Хорниманс Плэзенс, который известен местным жителям как парк Тили Пузиков, 15-летний подросток был застрелен во время мероприятия парк Лайм. Инцидент произошел около полвосьмого вечера в воскресенье. Несмотря на усилия экстренных служб, подросток был объявлен мертвым на месте. Шестеро мужчин были арестованы по подозрению в убийстве. В момент вот этого убийства парк был полон семей и детей, когда произошла стрельба. И до сих пор на месте происшествия устанавливают подробности и полиция ищет разные вот эти вот гильзы, наверное, и какие-то вещи, которые могли остаться в траве. А также полиция просит всех тех, кто обладает информацией, связаться с ними. Представьте себе, во время простого семейного праздника произошла перестрелка и 15-летний парень был застрелен. Почему парень, почему 15-летний, не ясно. Ну, а еще криминальная информация. В Лондоне разгорелась жестокая уличная война между турецкими бандами. Tottenham Turks и Bombasiller. Вот такие две банды, прекрасно известные полиции. Они между собой воюют. Многие из них передвигаются на мотоциклах и на мопедах. И все это происходит, вот эта война между бандами из-за контроля над рынком героина. Об этом сегодня пишут газеты и об этом прекрасно осведомлена полиция. Как пишут в газетах, конфликт начался после ссоры в бильярды и вылился в многочисленные ножевые и огнестрельные нападения. Еще в мае в ходе такой же бандитской войны пострадала невинная девятилетия школьница, которая оказалась под перекрестным огнем, когда ужинала с семьей в турецком ресторане в Хакни. Бывший детектив Скотланд-Ярда Ян Броутон заявил, что насилие может усилиться после того, как глава Tottenham Turks, вот этот вот человек, был убит. Этот Эрен, Йозеф Эрен, получил семь огнестрельных ранений, включая три из них в голову, но это произошло в Кишиневе, в Молдове в начале этого месяца. Ну вот видите, как связаны наши страны. В Молдове убивают какого-нибудь турецкого главу банды, а в Британии начинается война между этими криминальными группировками. Ну а чем же занята полиция в это время? На самом-то деле, Метрополитен Полис Лондона расследует случай вандализма, который произошел в ночь на пятницу у станции Форест-Гейт. Представьте себе, злоумышленник в маске, одетый в зеленую куртку с капюшоном и темные спортивные штаны, закрасил целых три флага ЛГБТ, которые были установлены, ну не установлены, нарисованы на тротуаре возле станции. И этот инцидент стал последним в серии атак на флаги, которые также были повреждены и закрашены 23 и 26 июня. Полиция считает, что все эти три случая связаны между собой и проводит расследование на данный момент, просматривает записи с камер видеонаблюдения и проводит допросы в окрестностях. На данный момент никаких арестов не произведено. На мой взгляд, полиции, по-моему, стоит посмотреть другие видео и поискать виноватых среди полиции. Цены на пиво. В некоторых пабах сети Везерспун, это самые дешевые пабы в Британии, выросли до рекордных 8 фунтов за пинту. Это произошло, несмотря на обещания основателя сети Тима Мартина не повышать цены на еду и напитки в оставшуюся часть года. В частности, пинта крафтового пива Брюдок Элвис Джус достигла 7,78 в лондонском пабе Мун Андервотер. Также отмечен рост цен на другие популярные сорта пива, такие как Камден Хеллс и Брюдок Хэйзи Джейн. Они теперь стоят 7,57. А также Стелла Артаис и Биро Моретти 7,34 за пинту. Однако цены на пиво варьируются по стране и более доступные варианты можно найти в пабах вне Лондона, а также вне туристических зон, где средняя цена за пинту составляет всего-то 4,20. Ну, что можно сказать? По-моему, прекрасная цена за пивасик. Ну и продолжая тему алкоголя, британских водителей предупреждают. Пьяные чайки создают хаос на британских дорогах. Оказывается, в Великобритании чайки вызывают проблемы на дорогах, будучи пьяными от поедания летающих муравьев. Я думаю, вы все сталкивались с этими муравьями, которые появились в массовом количестве из-за жары в 31 градус. И эти муравьи содержат токсины, которые вызывают у чаек дезориентацию и агрессивное поведение. Чайки, поедая муравьев в большом количестве, становятся неадекватными и начинают драться друг с другом, а также часто оказываются на дорогах, где их в итоге сбивают машины. Сотрудники службы спасения дикой природы и скорой помощи отмечают, что количество таких инцидентов увеличилось и призывают водителей быть осторожными с пьяными чайками. А теперь к проблемам родителей, у которых есть дети-школьники. В Братфорде, в графстве Уэст-Йоркшир, родители оштрафованы на рекордную сумму в 1 миллион фунтов за то, что увозили своих детей за границу во время учебного года. В этом году в городе было выдано более 12 тысяч штрафов. И это делает этот город лидером по числу нарушений среди городов Великобритании. В Братфорде уровень пропусков из-за несанкционированных отпусков в два раза выше национального среднего количества. Большинство штрафов, около 90%, выданы за отпуск в учебное время. То есть, если вы хотите слетать в отпуск, вам отпуск не могут дать конкретно в то время, когда школьники идут в отпуск, а вы хотите отдохнуть с семьей, вы пишете объяснителю, мой сын или дочь не может посещать школу, потому что мы его забираем в отпуск. Но оказывается, за это, не просто оказывается, мы-то знаем, что за это в большинстве школ, все-таки это в 90% школ, точно родителей штрафуют за пропуск в учебное время. Городские власти Братфорда подчеркивают, что повышение посещаемости школ является их главным приоритетом, так как низкая посещаемость может негативно сказаться на академических успехах, социальном развитии и будущих перспективах детей. Куда идут эти деньги, которые берутся штрафами, не ясно, но я надеюсь на развитие школ. А теперь про спорт. На выходных прошел чемпионат Великобритании по художественной гимнастике. Чемпионы среди юниоров Александр Крахмал первое место, Веделина Пачкова второе место, Амелия Хейнс третье место. Ну а чемпионы Великобритании 24-го года среди профессионалов это Николь Хилл третье место, Марфа Кимова второе место и Элизабет Попова первое место. Наши поздравления девочкам. Ну а призовые выступления девочек вы сможете посмотреть в нашем телеграм-канале. Ну, а на этом, перед тем, как попрощаться, я, как обычно, хочу закончить этот выпуск неудавшимся кадром. В заголовке газет сегодняшней британской прессы одна из трех женщин-хирургов НХС подвергается сексуальному насилию со стороны коллег. Твою ж мать! Да, бывают в студии такие ситуации. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, что вы успели подписаться на наш канал и посоветовать его своим друзьям, которые интересуются тем, что происходит в Великобритании. Наши выпуски выходят ежедневно. Всего вам доброго. Встречусь с вами в следующем выпуске. В студии был Олег Хилл. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...